Мы продолжаем свои карантинные путешествия по пляжам Одесской области. Сегодня расскажем, чем вас заинтересует и сколько стоит жилье в Сергеевке. Мы снова отправляемся на юг, и чтобы добраться до Сергеевки, нужно проехать Санджейку, Затоку и Грибовку. Первое впечатление о Сергеевке – это курорт, который так и не смог стать Затокой. Такого количества заброшенных в вас отдыха мы не видели никогда. Такой мини-рынок на Центральной набережной, где есть все для пляжа, есть несколько баров, какой-то универсал. Сейчас выясним, есть ли туристы. Плохо, конечно, очень плохо в связи с коронавирусом. У нас работали всего лишь два санатория, очень слабо, народу одет. Мы очень много видели заброшенных в вас отдыха. С чем связано? Это последствия того, что распался Советский Союз. Понимаете, да, есть недостроенные, есть просто брошенные. Подскажите, сколько номер стоит у вас? Трехместный? Нет, двухместный. Стандарт. Двухместный. 500-700. Сейчас самое главное – это сопримечательство в Сергеевке. Это Кудакская коса. Мы туда плывем на катере, а назад будем добираться на электромобиле. Что, учитывая возраст катера, слава богу, что живые. Идемте в базочку, спросим, сколько денег. У нас номера разные – от 700 и до 1500. Ага, до 1500. 700 – это что? Двухместный стандарт? Это эконом. Эконом. Что в нем есть? Общий душ, не общий душ? Общий душ. А сколько, девочки, у вас номер стоит? Сколько? 800. 800. Общий душ. Так зато выходишь с видом на море. Это же прекрасно. Добраться до Будацкой косы можно тремя способами – пешком, на катере и на электромобиле. Меня всегда интересовал другой вопрос – как сюда заезжают машины? Так вот, добраться на своей машине можно через местного администратора базы отдыха, Андреевну. А она решит вопрос. Ага, пропускают только если к вам в базу едут отдыхать. На Будацкой косе нет ни шезлонгов, ни бассейнов, зато с одной стороны у вас будет Будацкий лиман, а с другой стороны – море. С Киева. С Киева, как вам отдыхается? Да, вроде неплохо. Давно уже здесь? Три дня. Три дня? Как по ценам? Как удобно, неудобно? Нравится, не нравится? Приедете еще? Приедем еще, прикольный вид и рассветуем. Рассветуем. По ценам дороговато, даже для киевских. Я еще такого интересного меню в жизни не видела, как прямо на косе Будацкой. Есть брын за 100 грамм, колбаса сервелат, огурцы свежие, яйца куриные, отварные две штуки, ребята. Ну что, а назад на электромобиле? Но без налички здесь действительно сложно, хотя бы на проезд по 10 гривен с человека нужно иметь. Что вам сказать? На электромобиле быстрее. Если вдруг спешить, то выбирайте наземный транспорт. Из морских развлечений Сергеевка может вам предложить обучение на вейке, а также прокат сапов и каяков. Вейк будет стоить 500 гривен в час, вне зависимости от того, какой большой компании вы решили покататься. Каяки стоят 50 гривен в час и сап 100 гривен в час. Скажите, причем пиво разливное какое-нибудь? Живое 25. 25? Да, живое. 05? 05, да. Бочковое 20, бутылочное, там есть красное, есть, если очень дорогое, есть по 300, по 35. Так, можно терминалом оплатить, если что, ребята. Да, 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 можете сами посыпать. 18 гривен, качанчик. Вот так выглядит правильная мамалыга. 90 гривен порция, кстати. Остальное смотрите сами. Мы решили просто, что это была бы хорошая затока, еще одна. Это, да, вода, грязи, мост сам, морской воздух, лиманский, степной. Ну, надеюсь, что вам, раз вам помогает, то, наверное, всем поможет, правильно? Нет, кто кажется, самовнушение. Уже путь к успеху. Вы сразу милый, да? Так.